МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных сегодняшних событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация президента, парламент, Кабмин. Маршрут шахтерский. 600 тысяч долларов. И это тариф из сельского головы. Кого взяли на взятки? Господа, к нам едет генпрокурор. Депутаты заволновались в ожидании снятия неприкосновенности. Сельский голова чуть не сорвал джекпот. Больше полмиллиона долларов. Но речь не о лотерее. За что хотели получить взятку чиновник и его подельник? Максим Кошелев подробнее. Совсем недавно в Абуховском районе Киевской области на крупной взятке погорели два земельных чиновника. Казалось бы, после таких арестов должны были испугаться и затаиться. Но прошла буквально неделя, и в соседнем Белоцерковском районе снова громкое задержание. Здесь, в Макеевке, местный сельский голова вместе снова-таки с районным чиновником Госземагентства пытались получить 600 тысяч долларов. Но правда, и участок предлагали немаленькие 23 гектара. Хабарників затримано під час одержання частин неправомірної вигоди у розмірі 1 мільйон 250 тисяч гривень. Це був як завдаток за те, щоб вони почали роботу у цьому напрямку, напрямку відведення цих 23 гектарів землі. Чиновникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років. Збавлення волі, також збавлення права обіймати певні посадки чи займатися певною службовою діяльнісю сроком до 3 років. Ми приїхали в Макеевку, це доволі красиве, живописне село. Правда, в сельсовет нам попасть не вдалося. Все двери там закрыты на больші амбарні замки. Пообщались з містними жителями. На камеру вони, кажуть, побаїваються, але не під запись. Рассказують, що містний сельський голова займає цей пост вже 2-й срок подряд. І вони обижені на нього, напрямок, за те, що він розпродав чи здавав в аренду от всі окрестні такі ставки. Так що, можливо, вчерашня взятка у нього могла бути і не первой. Просто в цей раз не повезло. Максим Кошлев, Сергей Коваль, подробності, телеканал «Интер». Около полутора тисяч шахтёров в правительственному портале Києва. С кем им удалось поговорити о своїх требованиях, а кто даже слушать не захотел, подробні Ірина Романова. В центре Києва с самого утра ступ касок. Це шахтёры з Донбасса, з Волынської, Львовської області, приїхали заявити свої требования. Ми хочемо сьогодні відставки Гемчишина. Накануне на съїзді шахтёры приняли постановление требовать от власти созвати СНБО і утвердити план вивода отрасли з кризиса, погасити долги по зарплаті і предусмотреть в бюджеті деньги на развитие. По інформации профсоюзів, правительство планирует закрати на підконтрольной Україні території треть із оставшихся шахт. Конкретно ми просимо, щоб не розваливалась угольна промисловість. Конкретно требуємо, щоб були зберіні робочі місця, щоб пользовались нашим углем, українським, а не закупляли у нас, у тех саператистів, як вони називають, российських, по дорогій ціне, а наш уголь лежит, у нас не беруть. Ініціативну групу приглашають внутрі на переговори з першим замом глави адміністрації. Виходять спустя полтора часа. Шахтарям цього року вже додатково було виділено 400 мільйонів гривень на погашення заборгованістю заробітної плати. Профільне міністерство відпрацює відповідну програму, вона буде затверджена Кабінетом міністрів. І успішно реалізовуватись. Зрозуміло, що в цьому випадку і Верховна Рада повинна бути прийняти відповідні рішення. О шахтарах в Раді сьогодні говорить тільки оппозиція. Представители оппозиційного блоку, народні депутати подали законопроект по мораторію по банкротству шахт і мораторію на закриття шахт. Уряд намагається списати багато проблем на війну, але має місце багатомісячна заборгованість і перед шахтарями державних шахт Львів-Вугілля та Волинь-Вугілля. І там немає ніякої війни. Остальні нардепи, як тільки засідання закінчилося, вбігають. Коли митингуще підходить к парламенту, там вже нікого немає. У депутатів сьогодні короткий рабочий день. Колонна разворачивається к обмину. Сьогодні там правительственне засідання. Ми сказали, якщо Яценюк буде, тільки з Яценюком. Якщо не Яценюк, тоді не підемо на встречу. Шахтарова прийшло підтримувати і представник профсоюзу в парламенті. Те, що відбувається в галузі, це спільна відповідальність міністра енергетики разом із прем'єр-міністром України. Ми не маємо чіткого розуміння, як обезпечити країну від, в принципі, занепаду вугільної галузі. Вугільна галузь має бути збережена. Із Кабмина к митингуючим ніхто не вийшло і на розговор не пригласил. Яценюка горніки так і не вийшли. Дальше вони йдуть к Міністерству енергетики. Требувати відставки міністра Демчишина. Вечером часть із них раз'їхалась по домам, але большинство остались ждати под Кабмином, коли їх требования, наконец, услышат. Ірина Романова, Екатерина Лысинга, Сергій Килимник. Подробності, телеканал «Интер». Вчера шахтёры, щоб пообщаться с міністром, буквально сняли його з самолёта, ну а сегодня Демчишина не увидели на заседании Кабмина. Он улетел в Америку до пятницы на энергетические форумы. Это информация прессорю службы Минэнерго. Но в правительстве о шахтёрах не вспомнили. Хотя тоже говорили о деньгах Международного валютного фонда. Очередной визит миссии ожидают в конце мая. И по словам министра финансов Натальи Ересько, кредиторы настаивают на проведении дополнительных реформ. Правда, каких она не уточнила. Первый транш в размере 5 млрд долларов Киев, напомню, получил в середине марта. Деньги пошли, по информации чиновников, на укрепление золотовалютных резервов. Кроме этого, в правительстве утвердили план мероприятий на День Победы. 70-ю годовщину премьер пообещал отметить на высоком уровне. Определился и с символом Победы. Это будет красный мак, как символ памяти. Впервые цветок вместо георгиевских лент использовали в прошлом году. Символом отзначения есть мак. Это европейский символ. И все другие стрички нехай носят в Российской Федерации. Не премьер, а ветераны должны решать, что является символом Победы. И у каждого народа есть своя история. Так считает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Кроме этого, в полициле просят президента витировать закон о запрете коммунистической символики. В противном случае обратятся в Конституционный суд. Соответствующий документ уже готовят. На мой взгляд, главное, чем должно заниматься правительство и премьер-министра, это экономикой. Ветераны сами, люди, которые завоевали Великую Победу, которые освободили Европу от фашистской чумы, имеют право сами определять, какой символ для них ценен, дорог, с чем они шли в атаку, с чем они побеждали. Мы будем отстаивать те ценности, которые были у наших дедов и прадедов, отстоящих Великую Победу. Мы будем защищать эти ценности. На них еще не напали, но они уже в стойке защиты. Сегодня в парламенте топ-тема снятия неприкосновенности семи нардепов. Прошение генпрокурора в Раду пока не поступило. Официально имена не названы, но кулуарно депутаты вовсю обсуждают фамилии. Чьи подробнее Екатерина Лысенко. Работа в сессионном зале не сложилась с самого утра. Несколько раз нардепы голосуют за повестку дня, и каждый раз не хватает голосов. В коалиции посыпались претензии друг к другу. Нам как-то нужно показать людям, чем вообще занимается украинский парламент, кроме как саботует урядовые законопроекты. У нас очень много рассмотрено законопроектов, которые можно выносить в зал. Будьте, выносите. Но это не означает, что любые урядовые законопроекты без расследования и необходимости будет голосовать коалиция в целом. Пока одни уговаривали голосовать, другие защищались, переживая за свою неприкосновенность. По Раде пошел слух, что завтра без иммунитета могут остаться семь депутатов. Среди этих депутатов, патриотов, политвязан Игорь Мосийчук, Вячеслав Константиновский, Андрей Денисенко и я. Сажайте, но вы нас никогда не налякайте. Все, кто порушивает закон, должны сидеть за границами. Никто, никто, никто. Не успел нардеп договорить, как тут же на него набросились радикалы. Коллеги депутаты, вы послушайте, что говорят выступающие. Страсти поутекли только после того, как объявили перерыв в Неплановой. Главы фракции ушли советоваться насчет повестки дня. Сейчас отдельные политические силы пытаются расхитать ситуацию в Раде. Для того, чтобы завтра, под тем или иным приводом, фактически взорвать спробу Генерального прокурора, притягивать ответственность тех народных депутатов, которые перестали быть народными депутатами и стали просто бандитами. Можливо, стали просто бандитами. Зато неприкосновенность депутатов стала темой дня в кулуарах парламента. Я не удивлюсь, например, появится своего прозвища в этом списке. Денисенко подозревают в поддержке организованной преступной группировки в Днепропетровске. Люди, которые могут быть причастны к убийству сотрудника СБУ в Волновахе. Эти обвинения выдвинули в службе безопасности еще месяц назад. Что может быть в прошении генпрокуратуры, неизвестно. А вот Константиновский из Народного фронта понятия не имеет, за что его хотят лишить иммунитета. Меня никуда не вызывали, ничего мне не спрашивали. Официально мне ничего не предъявляли. Бывший комбат Айдара Сергей Мельничук догадывается, в чем его подозревают. Створено злочинное угруппирование в липние месяцы. То есть, когда мы создали Айдар, я сам приходил в прокуратуру, пытаясь разобраться в этой справе. Ничего противоправного я не делал. В списке и брат Андрея Клюева Сергей, а также нардеп из оппозиционного блока Михаил Попиев. Выносят Народный фронт, радикалов, и наконец нашли Попиева, который на митинге что-то не так сказал. Если все проблемы нашего блока в том, что у нас один человек не так сказал, это еще не самое плохое. Пусть теперь смотрят на себя. Сегодня никаких прошений в Раде не было. Когда с ними придет генпрокурор, неизвестно. А пока в кулуарах нардепы оправдывались, в сессионном зале их уже ждала повестка дня, за которую договорились все-таки голосовать. Даю доручения аппарату Верховной Рады привести в ответственность работу пресс-поинта до работы Верховной Рады Украины. Я чувствую по оплескам 226. С желанием сходить то в буфет, то на пресс-поинт приходится бороться спикеру. Нардепы любят давать брифинги, когда должны голосовать. Впрочем, призывы Гройсмана вернуться в зал сработали, но ненадолго. Сил депутатов хватило, чтобы проголосовать за обращение к международным организациям с просьбой ввести санкции против Путина и его людей из-за надежды Савченко. А еще депутаты создали Комитет будущего. Временную спецкомиссию, которая займется разработкой стратегии и далеко идущих планов. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Алкоголь, стриптиз и драка. Что еще было в меню херсонских милиционеров в день работника уголовного розыска, стало известно только сегодня. Обо всем подробнее Кирилл Ющишин. Потасовка произошла в популярном в Херсоне ночном клубе. Сотрудники Суворовского райотдела милиции в пятером напали на одного из посетителей. Вот видео с камер наблюдения. Разнять дерущийся попытался хозяин заведения. Ему тоже досталось. Успокоить озверевших милиционеров удалось лишь вооруженной охране. Мы работали на втором этаже. Нам сообщили с приходящей костью, что здесь происходит на первом этаже драка. Вот мы по-обычному, как бы всегда так поступаем, если какие-то инциденты, мы вызываем службу охраны ДСО. Стриптиз-холл. Именно там у милиционеров была закрытая вечеринка. Повод – день работника уголовного розыска. Этажом выше бильярдный зал. Потерпевший Константин Катанов там завсегдатый. Говорит, в тот вечер, после нескольких часов игры в бильярд, уже шел домой и из интереса заглянул на стриптиз. Администратор преградила дорогу. Поинтересовался, почему я не могу войти. На что она мне начала просто пихать к выходу. Ну я ее оттолкнул. Налетели пять человек. Они просто меня затоптали и все. У мужчины многочисленные ушибы и гематомы, множество травм и сотрясение мозга. Пациент поступал в состоянии средней тяжести. Сейчас есть положительная динамика, но тем не менее состояние все равно остается средней тяжести. Все это произошло еще неделю назад. Константин сам рассказал журналистам об избиении. Опасается, что дело замнут. Ведь заявление написал сразу же и до сих пор никаких подвижек. В областном главке ситуацию не комментируют и отсылают в прокуратуру. Но и там немногословно. На этот первый час проводится досудовое расследование. Призначена судово-медичная экспертиза. Тщательно скрывают и имена отскандалившихся правоохранителей. Мол, даже подозреваемых пока не определили. Это при том, что есть видео с камер наблюдения. А потому, скорее всего, милиционеров не отстранили и они продолжают работать. Кирилл Ющишин, Богдан Ивнов, подробности телеканал Интер, Херсон. 28-я бригада уже 7 месяцев держит оборону на окраинах Донецка со стороны Марьинки и Красногоровки. Три недели они отдыхают от артиллерийских обстрелов, но радость тишины омрачила новость. Какая и почему не будет обещанной ротации? Ирина Баглай подробнее. На пропускном пункте пограничников километровая очередь в одну и другую сторону. До оккупированного Донецка еще километров 5, но в этой очереди вынуждены стоять жители и Марьинки, и Красногоровки. Хотя города с прошлого лета под контролем украинской армии. В очереди и волонтеры, которые везут на передовую самое необходимое. Сегодня пригнали скорую помощь для 28-й бригады. Пограничники не пускают. Почему? Ну как они объясняют? Считается, что Красногоровка и Марьинка находятся не под юрисдикцией Украины. Оказывается, и сам город, и его жители остались со своими проблемами наедине. На южной окраине есть только свет. Хотя уже месяц здесь тихо, и люди начали возвращаться. Александр, врач скорой помощи, свой город не покинул. И во время боевых действий, и сейчас продолжает спасать людей. А вот у кого выяснить, когда водопровод восстановят, не знает. Городская власть сбежала. Никого нет, никому город не нужен. Метр в высоту. Этот блиндаж на краю города. Дальше боевики. Здесь уже 7 месяцев бессменно держат оборону армейцы 28-й бригады. Заходи. Вот тут не развернешься особо. Через минуту в этом подземелье, кажется, тебя раздавит эта бетонная плита. Но ребята говорят, самое страшное сидеть в ледяной воде под обстрелом из градов. Все из этих швы протекают. Уже привыкли, уже привыкли. Но, конечно, когда жить больше, чем пів року в таких условиях, трішки важковато. Несмотря на такие нечеловеческие условия, у них нашлось место и для вот таких соседей. Спасли щенков от смерти. Ну, я просто смешных выкинул их. На днях бойцы узнали, обещанный отпуск и ротацию командование отменило, объяснив напряженной обстановкой. Тем временем наши военные готовятся к тому, что скоро вокруг все зазеленеет и враг сможет подойти уже на 100 метров, пока диверсантов остановить удается. Естественно, это профессионалы. И как в основном нам даже те же мирные жители местные говорят, что там слишком много всяких коренных дончан с шахтерами, которые говорят на чеченском, бурятов. И вот во время таких атак военные надеются только на волонтеров и тепловизоры. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер. С самого утра в районе Донецкого аэропорта противник начал обстрел передовых позиций украинской армии. Как боевики нарушают мирные договоренности, видел Геннадий Вивденко. Сегодня приблизительно в пятой, как половина шостого, так же самая стрелецкая зброя. Зараз тоже чуете выстрел. Это 100% не наши противники. Потом огонь из 120-мм минометов. Боевики постоянно провоцируют, а бойцы нервничают, что не могут ответить адекватно. Да, они воюют за гроши. Правда, на нашей стороне нет. Прямо самый справедливый судья. Моральный стан на высоком уровне. Всегда сгадываем. Поддержку выгружают из машины волонтеров. Целый праздник на фоне обстрелов. У меня только вот этот ствол, только из армейского. Все остальное волонтеры часто нанесутся. Вплоть до еды, трусов, носков и всего остального. Если бы не волонтеры, честно говоря, солдаты бы грыли, кору на дереве грызли. Кроссовки, футболки, очки, комбинезоны. Вот они. Наколенники. Вы довольны? А мы вообще еще лучше. Довольные воины сразу делятся актуальными на передовой шутками. Челябинские добровольцы настолько суровые, что едут к нам уже прямо в гробах. Так что все нормально. Вместе с тем начмед добавляет, ночью был один раненый. Комбат танкист сообщает, противник начал применять новую тактику. Я такого раньше, по крайней мере, не видел. Прилетает беспилотник, вот он одновременно висит беспилотник в воздухе, что-то снимает там. И одновременно при этом, соответственно, насыпают танки. Как бы, ну, видать, корректировка идет сразу онлайн. Сейчас его танки отведены в тыл по Минским соглашениям на так называемые подлетные позиции, чтобы в случае чего успеть на передовую. После череды дождей сегодня на Донецком направлении первый теплый солнечный день. Грунт подсыхает. Становится возможным использование бронетехники. Вот воспользуется ли такой возможностью противник? В всяком случае, украинская оборона готова к таким вариантам развития ситуации. Геннадий Вивденко, Юрий Романюк, Руслан Терентьев. Подробности телеканала Интер из Донецкой области. И прямо сейчас Геннадий Вивденко с нами на прямой связи. Гена, здравствуй. Расскажи, что еще тебе известно, какие новости? Геннадий Вивденко. Эффективно решить вопрос. Однако по Минским соглашениям это применять нельзя. Боевики только и ждут повода привести представителей миссии БСЕ и продемонстрировать нарушения украинской армии. Потому и идут на постоянные провокации. Они же продолжаются и в районе города Счастье в Луганской области. По данным штаба антитеррористической операции, обстрел боевиками велся из минометов, управляемых ракетных комплексов, также из стрелкового и снайперского вооружения. Наталья, на это пока все. Спасибо, Гена. Это был Геннадий Вивденко. Чуть позже мы пообщаемся с Русланом Смещаком. Он находится в Мариуполе и узнаем, какие последние новости на этом направлении. Полная база данных бойцов батальона «Торнадо» со вчерашнего дня в открытом доступе на сайтах сепаратистов. Боевики уже берут в заложники родственников. Кто слил информацию и подставил семьи, оставшиеся на оккупированных территориях, подробнее Наталья Грещенко. Эти кадры сняты в июле прошлого года. Бойцы тогда еще батальона «Шахтерск» приносят присягу и сразу с плаца отправляются в зону АТО. Хоть присягу бойцы допробольческого батальона принимали здесь, в Днепропетровске большинство из них родом с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. У многих родственники остались там. Чтобы не рисковать их безопасностью, во время съемки бойцы сознательно стараются не выдавать себя, ни имен, ни фамилии. И даже, заметьте, балаклав стараются не снимать. Сейчас батальон называется «Торнадо». Личные дела бойцов под замком хранятся в МВД. Казалось бы, утечка информации исключена. Но вот закрытые данные 170 бойцов появляются в открытом доступе в интернете. И не где-нибудь, а на сепаратистских сайтах. Там конкретно есть адреса, номера телефонов бойцов по базе этой, вчера же. Спустя 6 часов были из дома вытянуты родители на оккупированной территории, которая находится в заложниках. Кто слил информацию? Батальон подчиняется МВД. Создавался в Днепропетровске. Поэтому расследование начали отсюда. По Днепропетровску факт утечки не обнаружен. Есть цепочка перемещения базы по перемещению батальонов. То есть, естественно, кадры передали другим кадрам. Вот дальше будут проверяться. Под подозрение попали сотрудники луганской милиции. Им передали личные дела бойцов, как отдельного подразделения правоохранителей. Но сами бойцы считают, глубоко копать не надо. И списки, и фотографии в базе данных менялись несколько раз. А к сепаратистам попали первоначальные. Насколько мы видели эти списки точно так же в интернете. То есть, все эти списки были сделаны и фотографии в МВД, когда сформировался батальон. В основном Днепропетровском МВД. У кадровиков наших находится база, но другая. С другими фотографиями и с другими данными. Однако даже устаревших данных боевикам хватило, чтобы взять в заложники родных двоих бойцов. Сейчас ДНРовцами идут переговоры об их освобождении. Остальные семьи срочно вывозят с оккупированных территорий. Бойцы требуют от руководства МВД как можно скорее найти источник утечки информации. Наталья Грищенко, Евгений Куденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровск. Ну а в Крыму продолжают допрашивать представителей крымско-татарской общины. Кого и по какому поводу вызывали сегодня в Центр противодействия экстремизму. Подробнее Юлия Крючкова. Место встречи Центр-Э. Так уж окрестили в Крыму Центр противодействия экстремизму. Сегодня туда вызвали Гаяну Юксель, директора крымско-татарского информационного агентства КХА, которому Роскомнадзор отказал в регистрации и которое с 1 апреля ушло из Крыма, перенеся главный офис в Киев. Длился допрос 2 часа. Следователей интересовала деятельность информагентства и материалы, размещенные на портале за последние несколько лет. Конкретнее с 2010 по 2013 годы. Претензиями являются публикации, размещенные на сайте нашего информационного агентства об экстремистских организациях, признанных таковыми в ноябре 2014 года в Российской Федерации. В частности, правый сектор, УНАУНСО, Братство и Трезуб. От дачи показаний Гаяна Юксель отказалась, мол, у нее есть такое конституционное право. Следователи составили протокол об административном нарушении за то, что агентство не убрало материалы из архива. Теперь его ждет суд. И арестом на два месяца закончилась история с задержанием оператора телеканала АТР, Эскендера Нибиева. Его, напомню, задержали в понедельник вечером. Инкриминирует участие в митинге в поддержку целостности Украины и сохранение Крыма в ее составе 26 февраля прошлого года у крымского парламента. Следователи утверждают тому, что Нибиев был на этом митинге. Причем не по редакционному заданию есть доказательства. На видео, которым располагают силовики, Нибиев в кепке с украинской символикой. И этот головной убор якобы нашли и изъяли в доме подозреваемого при обыске. Под стражу Нибиева взяли прямо в зале суда. Суд посчитал, что он может скрыться, оказать давление на свидетелей, на потерпевших. Чуть ли не криминальная направленность личности. Идет просто обычный прессинг давления для того, чтобы получить необходимые показания. Адвокат заявил, уже готовит апелляцию. Считает, что Нибиева можно было отпустить под подписку о невыезде или под домашний арест. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности. Телеканал Интер. Крым. Ну и еще одна неприятная новость. Нас, точнее наш сигнал, снова начали глушить в эти минуты. Подробности не видят в Харькове, не видят в Киевской области, не видят в Мариуполе, Запорожье и Днепропетровске. Претензии к Газпрому. В чем Европа обвиняет энергетического гиганта? И какой штраф грозит этой компании? Татьяна Лугунова подробнее. Брюссель обвиняет Газпром в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза и угрожает взыскать многомиллиардный штраф. Расследование деятельности компании началось еще три года назад, проводили его представители Еврокомиссии. И вот сегодня они направили в Москву официальное уведомление о претензиях. Итак, Еврокомиссия пришла к такому предварительному выводу. Газпром нарушил правила конкуренции при работе на рынках Центральной и Восточной Европы. А именно ограничил возможности восьми стран, которые закупают российский газ, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии и Болгарии перепродавать его дальше. Что дало концерну возможность завысить цены на голубое топливо для пяти европейских государств. Их не называют. Если эти претензии не будут опровергнуты, Газпром могут оштрафовать на сумму до 10% от годового оборота компании. Не важно происхождение компании, не важно под каким флагом она работает, вести бизнес в Европе означает соблюдать европейские правила и нормы. На объяснение Газпрому дали три месяца. Впрочем, представители энергетического гиганта уже поспешили заявить, все претензии не обоснованы и будут обжалованы. Мол, это еще не обвинение, а всего лишь этап антимонопольного расследования. Отреагировали и биржи. После новостей из Брюсселя акции Газпрома подешевели почти на 3%. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. В Москве в автомобильную аварию попал Владимир Севкович. Именно в России скрывается от следствия экс-заместителя секретаря СНБО. Его обвиняют в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года. Как сообщают российские СМИ, у Севковича тяжелые травмы вплоть до перелома позвоночника. Но, как нас заверили люди знакомые с пострадавшим, травмы незначительные и медицинская помощь ему не понадобилась. Сам Севкович никак не комментировал это происшествие. И в то же время Россия пытается наладить отношения с Европейским Союзом. О чем говорили депутаты с послами европейских стран. Подробнее Вениамин Трубачев, он в Москве. Встреча депутатов Госдумы с послами стран есть. Событие знаковое. Европейцы не соглашались на подобный формат общения весь последний год. Но сегодня встреча все-таки состоялась. Правда, она была закрыта для прессы. Но мне удалось узнать, что присутствовали послы ведущих европейских стран. Именно Германии, Франции, Италии. Вот одной из главных тем была ситуация на Донбассе. И глава представительства ЕС в России сказал, что вопрос о снятии санкций с официальной Москвы даже не обсуждался. Для нормализации отношений между ЕС и Россией нам надо содействовать совместно для того, чтобы решался кризис в Украине, чтобы выполнялись полностью те обязанности, обязательства, которые были приняты в Минском договоре. Пока же в Москве готовятся грандиозно отпраздновать День Победы. Вовсю репетируют парад. Тем временем в Петрозаводске двое ветеранов вернули чиновникам свои медали в честь 70-летия Победы. Сделали они это сегодня утром, просто оставив награды в вестибюле правительственного здания. Так они выразили свой протест против бездействия властей, которые не собираются сносить незаконную постройку возле их дома. Даже крысы бегают по крыше. Жена больная, не ходясь, она только может в квартире. Раньше было то, что крыши не было, можно она хоть у кошечка посидеть, посмотреть на природу и все. Сейчас мы находимся так в тюрьме. Настоящая тюрьма. Вот строители космодрома Восточный пошли еще дальше. Они в знак протеста объявили бессрочную голодовку. Похоже, космическая отрасль, гордость России переживает сейчас не лучшие времена. С рабочими даже не могут рассчитаться по зарплате. Люди говорят, что не получали денег три месяца с января по март. Как ранее сообщалось, фирмы-субподрядчики задолжали почти 50 миллионов рублей, а это более 20 миллионов гривен. Винеймин Трубачев и Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер. Москва. Пять с половиной часов допроса. О чем спрашивали главного люстратора и какие замечания у депутатов по ССЭК Украине? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Под крышей неприкосновенности. Почему нашим судьям все сходит с рук? Доктор Стальной Молот в Большом Яблоке Нью-Йорк в ожидании боя Кличко. Не шутки ради, как премьер Новой Зеландии в прямом эфире просил прощения у официантки. Сегодня в парламентской ассамблее Совета Европы снова обсуждали ситуацию. В Украине после года поддержки и мотивирующих деклараций пришло время замечаний. Каких, расскажет София Гордиенко. Дебаты по украинскому вопросу делись больше двух с половиной часов. Как обычно, желающих выступить несколько десятков человек со всего мира. Если простым украинцам парламентарии все еще сочувствуют, то по поводу власть имущих мнения разделились. Конституционная реформа должна основываться на децентрализации, учитывая специфику Донецка и Луганска. К сожалению, принимаются символические законы против пропаганды нацизма и коммунизма, не имеющие особого значения. Украинские парламентарии от большинства говорят, критика обоснована и к ней стоит прислушаться. Есть определенные претензии, обгрунтованы. Мы их слышим и пытаемся на них ответить абсолютно адекватно. Европейцы, которые сейчас пытаются нас критиковать, они 50 лет строили свои страны. И они требуют, чтобы Украина за год это сделала. Это невозможно. Но, приятнее, эта критика подштовкает нас и наш уряд, людей. Для украинской делегации все сказанное в зале не просто камень в украинский огород, а прямое указание на слабые места, ту же коррупцию и пиар без конкретных действий. Каждое второе заявление, которое выступают депутаты ПАСЭ, говорит о чем? Говорит о том, что где реформы, где конституционная реформа, где обещанные перевыборы в местные советы, где изменения в отношении борьбы с коррупцией. И, наконец, где хотя бы тайминг, какие реформы, когда произойдут. На словах украинские власти продвигают государство в сторону евроинтеграции. Вот уже завтра обеспечивают либерализацию визового режима, или как у нас это называется, ну они называют безвизовым режимом. И выполняют минские соглашения и приносят стране мир. На деле же, что происходит совершенно обратное. Мы продолжаем нарушать права человека, мы не выполняем минские соглашения, мы дальше двигаемся от Европы и евроинтеграции в противоположную сторону. Я призываю прислушаться к тому, что было сказано в зале ассамблеи, и, наконец-то, слова совмещать с соответствующими действиями. Критики, конечно, было бы куда больше, если бы в зале традиционно заседала делегация из России. Но парламентариев из Госдумы решили право голоса. И они, обидевшись, покинули ассамблею до конца года. Поэтому Украину пока только журят и просят воплощать в жизнь хотя бы то, что обещали. София Гордиенко, Василий Тушковский. Подробности, телеканал Интер, Страсбург, Франция. И там же, в Страсбурге, сегодня заслушали доклад главы Миссион в Украине Армена Рутюняна по ситуации в Украине, в частности, на Донбассе. Главные проблемы, по его словам, в том, что представители миссии до сих пор не могут попасть в ряд контролируемых боевиками мест. В то же время с Донбасса поступают сигналы о нарушении прав человека и случаях насилия. Их совершают как боевики, так и украинские военные. Также Миссион осуждает решение Кабмина об экономической изоляции. Это привело к тяжелым последствиям для мирного населения и обеспокоено резонансными убийствами Калашникова и Бузины. Полный отчет миссии будет представлен в Киеве уже в конце этого месяца. Разбитые поселки, поездки за продуктами и пенсиями. Все это под обстрелами. Руслан Смещук об одном дне из жизни на Мариупольском направлении. Посеченные шрапнелью дома повсюду воронки. Вот это САУшка. Так выглядят позиции украинских военных, расположенные вдоль линии разграничения в районе поселка Гнутово. Невзирая на перемирие, тут рвутся мины и снаряды. Возобновились опять обстрелы. Служатые минометы, САУ стреляют. В нескольких километрах от Гнутово пункт пропуска. Это единственная открытая дорога на неподконтрольное украинской власти территории. Тут поспокойнее, но за военными каждый день следит противник. Сегодня летал с утра беспилотник. Вчера вечером летал. Здесь выдают пропуска, позволяющие пересекать линию разграничения. В очереди много стариков. Чтобы получить пенсию, нужно попасть на территорию, которая контролируется украинскими военными. Есть уже пропуск, нет? Нет. И вообще документов нет. То есть это надо повторно получить? Повторно, да. А вот жительница Новоазовска Нона рассказывает, что происходит по ту сторону. Там ужас, что сказать. Плохо живем, очень плохо. Ждем вас. Ждем Украину. Мечтаем жить в Украине. А в Мариуполь перебраться не думали? Ну как, все-таки не 20 лет, чтобы начать новую жизнь. Уже что-то создано, что-то есть, какое-то жилье. Другие осторожничают, но все жалуются на цены. Многие возят еду, как здесь говорят, на ту сторону из украинского Мариуполя. Мясо было в Новоазовске 110 мякорь. Все передаем с Мариуполя. А в нескольких километрах от пропускного пункта расположена школа. Тут уже привыкли учиться под звуки разрывов. В последнее время, да, половина шестого, это вот половина шестого, около шести, это вот где-то рядом разрывается. То есть вставайте, идите на работу. Уроки тут тоже необычные. Сегодня пограничники и военные медики учат детей оказывать первую медицинскую помощь. У вас поступил пациент с переломом перед кричием. Что вы в разе будете такому работать? Больше всего тут боятся возвращения полномасштабных боевых действий. И надеются, что скоро пушки смолкнут навсегда. Руслан Смещук, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Руслан Смещук прямо сейчас у нас в эфире. Руслан, здравствуй. Расскажи, как обстановка ближе к вечеру. Наталья, ну вот самой горячей точкой Мариупольского сектора остается поселок Широкино. Сейчас это для журналистов запретная территория. Военные туда прессу не допускают. Обстрелы там начинаются с раннего утра и с разными промежутками времени длятся до вечера. Сегодня было как минимум шесть обстрелов украинских позиций. Три раза использовалось стрелковое вооружение. Также боевики использовали 82-миллиметровый запрещенный 120-миллиметровый миномет. А также танки, самоходную артиллерийскую установку. Согласно Минским соглашениям, использование этого вооружения в Широкино запрещено. И использование этого вооружения запрещено. Алло, студия? Да, 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 Руслан, мы тебя слышим. Мы слышим тебя, продолжай, пожалуйста. Повторюсь, да, повторюсь, было шесть обстрелов. Три раза использовалось стрелковое вооружение. Также использовались крупнокалиберные минометы, танк, артиллерийская самоходная установка. И пока, увы, мы можем констатировать, что эскалация конфликтов в Широкино продолжается. Ну, а в остальных точках сектора, в принципе, относительно тихо. Студия? Спасибо, Руслан. Руслан Смещук об обстрелах мариупольского направления. О Донбассе, Минских соглашениях и не только, говорил сегодня Петр Порошенко во Франции. Президент встретился со своим коллегой Франсуа Ландома, еще с госсекретарем по европейским делам Орлемом Дезиром и главой национального собрания Клодом Барталоном. Порошенко призвал парламент Франции ускорить ратификацию соглашения об ассоциации и введении безвизового режима. Также коснулись вопросов сотрудничества как экономического, политического, так и военно-технического. Проблем у нас с Францией в питаниях військово-технической співпраці немає. Разом с тем, я хочу запевнити, что Украина не обратилась, и пока что не планует обратиться к Франции с вопросом о поставке летальной оружии. Чи будет Франция лоббировать безвизовый режим в Украине? Мы договорились о том, что Франция будет поддерживать Украину. Это именно то слово, я думаю, на сегодняшний день, я думаю, что представляет характер наших отношений. Амнистия Савченко возможна, но по решению суда, так считает главный российский дипломат. Сергей Лавров заявил, что если Фемида решит, что она виновна, то тогда Савченко может попасть под амнистию. В пятницу украинская лётчица, которую похитили и насильственно вывезли в Россию, предъявит официальное обвинение в незаконном переходе границы. Адвокаты Надежды Савченко утверждают, что её можно освободить и без решения суда. Ну а тем временем в Генпрокуратуре сообщили о том, что поджог Одесского Дома профсоюзов 2 мая прошлого года неумышленно. Экспертиза установила, что огонь вспыхнул из-за того, что антимайдановцы в пылу противостояния использовали зажигательные смеси внутри здания. Версия о том, что в помещение пустили хлороформ, также не подтвердилась. Напомню, тогда в пожаре погибли 48 человек. Травмы получили более 200. По этому делу уже есть 22 обвиняемых, 13 организаторов в розыске. В том числе и бывший замглавы областной милиции Дмитрий Фучиджи. Он скрывается в Приднестровье. На телах загиблих не выявлено будь-яких следов катувань, побиття, вогнепальных или других поранений. Смерть этих людей настала от отруяния чадным газом. Пять с половиной часов на допросе. Татьяна Казаченко сегодня дала показания следователям по делу о подделке документа Миньюстом. Индульгенцию на иллюстрацию она проходит как свидетель. По всей подробности о Елене Митясовой. В следственное управление Татьяна Казаченко пришла с двумя адвокатами. Сегодня ее сюда пригласили в качестве свидетеля по делу о подделке документа Миньюстом. Индульгенция от иллюстрации для бывшей замначальницы фискальной службы Анны Игнатенко. С порога журналистам директор по вопросам иллюстрации заявила, следствию будет максимально содействовать. Но вот только со статусом свидетеля не согласна. Ни одного раза меня не опитали. И протягом месяца, когда уже шло расследование, вы даже не выявили, что даже сам я, это та людина, которая выявила и оприлюднула заозначенный документ. В стенах управления Казаченко провела пять с половиной часов. Следователь не оказывал давления, был корректен и вопросов почти не задавал, сообщили адвокаты. Татьяна была настолько сместованной, настолько в деталях пояснила принципы работы департаменту, принципы проходения документов. И факты, которые были установлены при выявлении этого фейкового документа, что действительно, в следствии возникло только вопрос, что Татьяна знакома с Игнатенко. Знакомства не было, но вот документы у Анны Игнатенко подлинно уверяют защитники бывшего зама фискальной службы. Она получила их официально и обратилась за разъяснением некоторых пунктов. Что это вызовет скандал, не ожидала. А то, что документы действительно настоящие, свидетельствуют экспертиза, говорят в адвокатской конторе. Мы провели ряд экспертных исследований, которые подтвердили, что бланки являются достоверными, то есть выполненными способом, который используется для офсетной печати, то есть штампованным способом, а не на принтере. Сейчас Игнатенко на больничном. Сама комментировать ситуацию пока не может, говорят адвокаты. И опровергают информацию о том, что вчера у него в квартире при обыске нашли оригинал фальшивого письма. На самом деле документ Игнатенко через защитников передал оследователям. И будет проходить по делу как свидетель. Но адвокаты, говорят, будут настаивать на статусе потерпевшей. Елена Митясова, Даниэль Косаковский, Виталий Коваленко. Подробности телеканал Интер. Судьи в Украине неприкосновенные. Лица неприкосновенные настолько, что могут спокойно ездить пьяные за рулем, провоцировать аварии, и им за это ничего не будет. Две истории с Волыни от Инны Белецкой. Райсуд в Рожищах замглавы молодой судья Руслан Хитрик. Сегодня он на работе, а в августе он поднял на уши целое село Маяки, когда на скорости 150 км в час врезался на своей Тойоте в Митсубиси. В наследок этого ДТП постраждало двое людей. Из слов свидетельства, в предыдущий был в нетверзом состоянии. Тогда Хитрик попытался сбежать, люди его задержали. Вместе с ним в машине был Сергей Слабенко, депутат облсовета, и тоже под шофе. В наркодиспансере, где судья Хитрик представился безработным, алкоголь в крови обнаружили. Уголовное дело возбудили, но довольно быстро закрыли. Траумы у пострадавших оказались легкими. В соседний райсуд в Киверцах дело поступило только как административное. Но и его закрыли. Глава суда говорит, все потому, что по закону, внимание, ГАИшники вообще не имели права составлять протокол на судью. В отношении них не можно складывать протоколы про административные правопорушения. Его за это должны высшее стоящее руководство, в данном случае высшая квалификационная комиссия, притягнуть к дисциплинарной ответственности. Чтобы судью Хитрико можно было наказать, прокуратура обратилась в высшую квалификационную комиссию судей. Высшая квалификационная комиссия судей и это тянется уже 8 месяцев. Судья Хитрик в понедельник должен вынести приговор по делу о коррупции. Обвиняемый местный чиновник-взяточник. Общаться с нами Хитрик не может. Готовит приговор. А это уже апрель ночной ДТП в Луцке. Водитель автомобиля Форд, когда остановился на червяных сигналах светлофора, в другой водитель автомобиля Гранд Чироки въехал в автомобиль Форд. За рулем Гранд Чироки опять судья и опять нетрезвый. Под хозяйственным судом, где работает виновник аварии Петр Слободян, дорогие автомобили. Самого его в разгар рабочего дня на месте нет. Дело о ДТП с участием Слободяна в суде пока не рассматривалось. Но скорее всего его тоже закроют. Таков закон. Только вот почему молчат высшие квалификационные комиссии? Или там тоже предпочитают закрывать глаза на судейский беспредел? Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Волынь. Борьба за места в британском парламенте набирает обороты. Через две недели выборы. Как там борются с конкурентами Светлана Чернецкая из Лондона. Консерваторы пустили в ход тяжелую артиллерию в виде эксцентричного Бориса Джонсона. Мэра Лондона. Ему приходится не только из-за себя агитировать на округе в Западном Лондоне, но еще и соратников по партии подтягивать. В этот раз столичного градоначальника отправили в Кент, в приморский городок Рамсгейт. Место выбрали отнюдь не случайно. По здешнему округу баллотируется лидер партии независимости Великобритании Найджел Фарадж. Вот консерваторы используют все возможные приемы, чтобы свести к минимуму вероятность его прохождения в парламент. Джонсон разгуливал по улицам, раздавал листовки, пробовал местное мороженое и делал селфи с прохожими, не забывая при этом нахваливать конкурента Фараджа от консерваторов Крейга Макинлея. Не столько важна победа Тори на этом округе, сколько поражение лидера Юкип. Ведь Фарадж пообещал, если вдруг не пройдет в парламент, уйдет с поста главы партии, что неизбежно ослабит Юкип, держащуюся по большому счету на эпатажности Фараджа. Кстати, что касается столичного мэра, то ему, яркому представителю консерваторов, победа родной партии на выборах невыгодна. Он главный кандидат на замену Давида Кэмерона, если тот не сумеет провести большинство в парламент. И уже сообщил, выдвигаться на третий срок в градоначальнике не будет. Ему интересна большая политика на Вестминстере. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Идеальный алмаз в США. Поиски владельца Боинга в Великобритании и дрон на крыше резиденции Синдзо Абе. Об этом и не только в нашем обзоре. На крышу резиденции премьера Японии Синдзо Абе сел дрон. На беспилотнике были маленькая камера и бутылка с водой. На борту знак радиационной опасности. К резиденции срочно стянули полицию, а аппарат накрыли пленкой. Когда беспилотник приземлился, Абе находился с визитом в Индонезии. Зачем робот навещал японского премьера, выясняют спецслужбы. Другие заботы у премьера Новой Зеландии Джона Кея. Политику пришлось в прямом эфире извиняться перед официанткой. В течение нескольких месяцев в кафе Кей дергал девушку за хвост на голове. Объяснял, мол, все ради шутки, просто валял дурака. Кей уже лично извинился перед официанткой и подарил ей бутылку вина. Ранее она пожаловалась в своем блоге, что политик ведет себя как школьный хулиган с чувством власти. Супруга премьера тоже просила мужа оставить официантку в покое. Бывший премьер-министр Шотландии Алик Салмунд будет улучшать каллиграфию. Королева Елизавета II на встрече в университете в Глазго пожаловалась, что у Салмунда самый плохой почерк из всех ее министров. Тот согласился и назвал свою манеру письма неразборчивыми каракулями. Вспомнил, что мама советовала ему стать врачом, в итоге обещал исправиться. Личный Боинг почти за 600 миллионов евро обнаружили британские журналисты. Эта модель лайнера Боинг 747 обычно может перевозить 600 пассажиров. Данный экземпляр специально создали для одного человека. Кто он, пока загадка. Самолет переоборудовали в течение трех лет. Теперь на борту лайнера – обеденный зал, спальня владельца, конференц-зал и зона отдыха. Есть даже кухня и семь отдельных кают для гостей. Там же в Англии готовится представить сверхзвуковой автомобиль, который побьет рекорд скорости на планете. Инженеры уверены, машина-пуля разгонится до 1600 км в час. Суперскоростной Rolls-Royce оснастили реактивным двигателем от самолета-истребителя Европайтер Тайфун и тремя ракетами. Скоро его начнут тестировать. В США ушел с молотка бриллиант в так называемой изумрудной огранке весом в 100 карат. Камень нашли в Южной Африке. Покупатель, имя которого не разглашается, заказал драгоценность под телефону и заплатил за нее 22 миллиона долларов. Бриллиант размером с грецкий орех настолько прозрачный, что ювелиры сравнивают его с кристально чистой водой. Нью-Йорк в ожидании доктора стального молота. В субботу Владимир Кличко выйдет на ринг против Брайанта Дженнингса. Об атмосфере в Большом Яблоке накануне этого боя мой коллега Дмитрий Еловский. В эти минуты центр Нью-Йорка буквально затаил дыхание. Толпы собираются рядом со спортивным залом в окрестностях легендарного Мэдисон Сквергардена. Именно там проходит открытая тренировка прославленного боксера Владимира Кличко. Здесь его почтительно называют доктор стальной молот. Уже в эту субботу он сразится с выходцем из города Филадельфия Брайаном Бай-Бай Дженнингсом. Интерес к этому бою невероятный. Кличко ведь по традиции выбирает самых лучших из возможных соперников. Да и за Дженнингса явно будет большая часть зала. Это шоу начали здесь рекламировать задолго до решающей субботы. По всему Нью-Йорку висели плакаты и рекламные экраны. Продюсеры довольны. Говорят, что билеты разлетелись моментально. Это самый прибыльный бой Кличко в городе Нью-Йорк. Здесь он, конечно, проводит его уже не в первый раз, но каждый раз очень важен. Для боксеров арена Мэдисон Сквергардена – это ведь настоящая мекка. Но в Нью-Йорке в эти дни будут и тысячи украинцев. Владимир Кличко рассказал телеканалу «Интер», что он постарается не подвести своих соотечественников. Очень много поклонников спорта из разных стран. И, конечно же, мои земляки-украинцы даже здесь, в Нью-Йорке будут присутствовать. По-моему, больше тысячи украинцев будет. И я рад этому факту. И, конечно, сделаю все для того, чтобы отстоять титулы, которые завоеваны на протяжении многих лет. Каждый бой украинского боксера в Америке – это настоящее событие. Здесь Кличко знают и уважают. Но в субботу, несмотря ни на что, ему придется очень непросто. Дженнингс Молот быстро еще ни разу не знал поражений. Хотя даже он отдает дань уважения талантам украинского спортсмена. Солу Кличко заявил, что, несмотря на приближающиеся 40-летие, из большого спорта он уходить пока не намерен. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Сегодня вечером в Киеве стартовал юбилейный пятый международный фестиваль «Книжный арсенал». Более 150 издательств, писателей и художники из 12 стран. Фестиваль продлится до 26 апреля. Каждый день посетителей ждет специальная поэтическая и музыкальная программа. В этом году «Местетский арсенал», где проходит фестиваль, разделен на две части. Одна – это, собственно, книжная ярмарка, а вторую часть занимают инсталляции и арт-проекты из бумаги. В эпоху высоких технологий, появления всяких электронных средств, воспроизведения информации, такие выставки еще существуют. Тенденция на самом деле радует, потому что лично, что касательно меня, я не читаю с электронных устройств. Я очень люблю живую книгу, я очень люблю вообще бумагу. Как я вам уже сказала, что для меня это источник вдохновения. Тем временем наш эфир начали глушить с новой силой. К концу выпуска нас перестали видеть не только в Харькове, Киевской области, Мариуполе, Запорожье и Днепропетровске, но еще и в Одессе. В нескольких регионах подробности выходили с помехами. Например, в Николаеве в начале нашего выпуска несколько минут картинка как бы рассыпалась на мелкие квадратики. В Ужгороде это смогли зафиксировать наши журналисты. Сигнал прервался, экраны телевизоров почернели, и появилась надпись «Сигнал закодирован». Не закодирован наш сайт, подробности ее, информация на нем обновляется постоянно и доступна для вас всегда. Я прощаюсь с вами до завтра, хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин